Почувствовать себя настоящим Робин Гудом была возможность у всех желающих. На одной из площадок организовали мастер-класс по стрельбе из лука. Здесь же выставка кубков, чтобы люди знали, как выглядит успех в этом виде спорта. Нужно очень четко понимать, представлять, что человек, что тело человека должно сделать. Четко представить, какой рукой двинуть в момент выстрела. Это будет не та, которая держит лук. Сфокусировать зрение и выстрелить. В нескольких метрах от этой площадки скалодром. От желающих подняться по отвесной шестиметровой конструкции не было отбоя. Обязательные условия – инструктаж и страховка. В том, что все безопасно, убедился и наш корреспондент Святослав Данилов. Он без проблем забрался на вершину и спустился с нее. А рядом с альпинистами – дружеская встреча команд по пляжному волейболу. И мастер-класс по метанию ножей. Своё мастерство продемонстрировал чемпион мира по этому виду спорта Андрей Гребнев. С медленными все вместе громче. Представители наших спортивных школ. Андрей Гребнев – бывший военнослужащий, летчик. Рассказывает, свой первый нож метнул еще в армии. Любимым видом спорта занимается уже более 20 лет. Должны быть нервы, как арматура. Спокойный вид спорта, сосредоточенность, холодный расчет, четкость хода руки, стойки, хват ножа. У нас лозунг такой, чтобы в сторону не вильнуло. Еще одна площадка праздника – пляжная регби среди детей. В Севастополе этот вид спорта сейчас стремительно набирает популярность. Дети уже с удовольствием играют и в регби, и очень азартно относятся. Даже вот это мероприятие, которое проходило Кубок командующего по регби 7, так сказать, после этого мне вот три мальчика позвонило сейчас на реконструкции стадиона двухсотлетия. Но там нечто грандиозное. Мы с нетерпением ждем, когда мы туда попадем. Там нам обещают супер траву, супер возможности все с поливом. Мастер-классы организовали и по футболу, баскетболу и парусному спорту. Совсем юные любители спорта могли научиться плавать. Можно было испытать себя и в сдаче норм ГТО. День фитнес-культурника в России всегда был массовым праздником. И сегодня я личный раз убедился, что в России народ очень спортивный. Организаторы выбрали прекрасное место для того, чтобы принять нормы ГТО. И все отдыхающие, которые проходили, семейные, с детьми, папы, мамы, все старались сдать эти нормы ГТО. Народу было очень много. Сдавали и 50-летние, и 60-летние, и 8-летние. В этом году в парке имени Анны Ахматовой развернулась настоящая Олимпиада. Более 20 локаций. Непросто назвать вид спорта, который бы не был представлен на спортфесте. А на главной сцене проходили показательные выступления по карате, айкидо, тхэквондо и другим видам единоборств. Мы на самом деле каждый год немножко день физкультурника, олимпийский день дорабатывали. В этом году решили попробовать новую локацию и новый формат проведения, формат фестивального типа. Очень здорово. Более 22 локаций интерактивных, где люди могли, и гости, и жители города попробовать себя. Все крайне востребованные локации. То есть не было ни одной точки, где не было желающих попробовать себя в том, либо ином виде спорта. Завершила спортивный праздник торжественная церемония награждения. Грамоты и кубки от Управления по делам молодежи и спорта и Олимпийского совета Севастополя получили тренеры, руководители, трудовые коллективы спортивных школ и руководители городских спортивных федераций. А за освещение событий из мира севастопольского спорта наградили нашего коллегу, знаменитого спортивного комментатора Владимира Мелянского. Заслуженный журналист Крыма, заслуженный журналист города Севастополя.